МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель. У студии працуя Александр Гамоля. Глядите вы этим выпуском. Небезпечный лёд. На Гомельчине проходят профилактичные рейды. Право на здоровье. Червоный крыш провел акцию для особо безпевного места жихарства. Новая экспозиция и концерт. Полевничий домик отзнашил 200-годи. Свято надо ходить. У национального парка в Припятске открылась резиденция Деда Мороза. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко повиншовал супрацовника Угомельского областного клинического онкологического диспансера 75-ти годем с дня заснования установы. У веншаванне говорится, что за три-чверти ста годя пройденный велизарный шлях, воротованы десятки тысяч пациентов, назапашены уникальный опыт оказания специализованной допомоги. Президенты уверены, что отданность выбранной справе, захование лепших традиций, айчинной медицины, наставничество в отношениях до молодых коллег и в дальнейшем допомогут пленно працевать и досягать новых поспехов. Александр Лукашенко пожадал великому дружному коллективу, ветеранам, их родным и близким, мощного здоровья, счастья и добробыту. Осторожно, тонкий лед. Что день у Гомеля проводятся рейды по профилактицины осчастных выпадков на водоемах. Особливая увага при этом уделяется детям и подлеткам. Разом с оперативной группой на одно зазер накеровались наши корреспонденты. На этот раз у склада оперативной группы представники прокуратуры, городской комиссии по справах неполнолетних, воротовальники, супрацовники освода. В уголе все гомельские водоемы контролюются постоянно, но на этот раз мониторных суместили с профилактическим мероприемством. На Любинское озеро запросили наученцев 5 класса 47-й средней школы. Это, до речи, самый небеспечный взрос. 9-11-годовые дети тропляют у небеспечной ситуации наибольшь часто. И не завсюду допомога им оказывается своя часова. Лучше не доставать телефон и снимать видео, и затем выкладывать в соцсеть, а позвоните по номеру 101-112 соцспасателям и сообщите. Ведь именно вы сможете, возможно, предотвратить беду. Поэтому, наверное, именно такие мероприятия, именно совместными усилиями мы сможем сделать жизнь наших детей еще более безопасной. Только за минулый тыдень у Беларуси потонули 9 человек, один из яких неполнолетний. А таму основная увага сегодня профилактицы, махчимых несчастных выпадков. Худка начнутся школьные каникулы. У гэтый час, каля гомельских водоемов будут постоянно дежурить дорослые. Наша стратегия выстроится следующим образом. Проводится межведомственное рейдовое мероприятие по отработке территории водоемов и прилегающих территорий к водоемам. Далее работа непосредственно с несовершеннолетними детьми в учреждениях образования. Далее работа, ключевым аспектом профилактики является работа с родительской общественностью. Супрационники освода кажут, что зараз каля половы людей, якие выходят на лед, выкористовывают вратовальное оденье. Остатние все еще сподяются, что зимы ничего не сдарится и часом навод не ведают, як поводить себе у воде. Детей гэта тычется особливо. Надо обязательно скинуть сапоги, чтобы не тянули на дно. Освободиться от всех предметов, которые там мешают. Может рюкзак. Желательно, если рюкзак и захочешь на лед одевать, его одной шлейкой только, не двумя, чтобы можно было освободиться. Опять же, значит, проломать, попытаться локтями лед до крепкого тонкий, чтобы руки не замерзли. Потом руками, ну, то есть положить руки на лед и пытаться забраться. С початку года на Гомельщине потанули 55 человеку-тымлику, двое неполнолетних. Выротовано 40 жихоров региона, каждый четвертый, из яких не досягнул 18-годового взрослого. По каждому факту прокуратура обовязково проводит проверку. Прокуратура города на постоянной основе анализируется и изучается меры, предпринимаемые субъектами профилактики, иными организациями, направленные на предотвращение травматизма и гибели несовершеннолетних, в том числе и в зимний период. В случае недостаточности принимаемых профилактических мер, тем более при условии, если недоработка должностных лиц повлекла причинение вреда детям, прокуратура устанавливается виновные лица и привлекается к установленной законам ответственности. Олег Сентюров, Сергей Негяревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Право на здоровье. Гомельская областная организация «Червоного крыжа» сегодня провела профилактичную акцию для особо-беспелного места жихарства. Пункты допомоги разгорнулись на базе областного центра профилактичной дезинфекции. Бездобным змерили температуру и узровень кислорода в крови. Так само и они отримали теплые речи и продуктовые наборы. Удельникам акции рассказали об мерах профилактики коронавируса. Особо безпелного места жихарства рассказали и обмакчимость о кризисном центре «Червоного крыжа» у Гомеля, який становится часовым домом для людей, что трапили ускладанную житевую ситуацию. Идеям допомогают с обновлением документов, процелоткованием и пошуком жилья. Они не имеют возможности правильно лечиться. Поэтому сегодня мы пригласили людей, которые не имеют собственного дома. Они здесь у нас пройдут санитарную обработку, по возможности помоются, их подстригут, обработают на чесотку, на педикулез. Кроме того, они получат продуктовые наборы от Гомельской областной организации, которые смогут им поддержать их силы и повысить их иммунитет. «Я очень благодарен Красному Кресту, потому что помогают людям, дают коробочку продуктов. Там колька грешневая каша. Все жизненно необходимое». Акция «Червоного Крыжа» «Право на здоровье» нацелена на профилактику сухотов, коронавирусной инфекции и инших захворюваньев, а так само на популяризацию здорового ладу життя. Перепрануть, накормить, выслухать и просто выказать спочувание хворому або пожилому человеку. Для працы с сяделкой не потребуется специальная аддукация, але великое значение мое терпение, человечность и добрыня. У Мазары по слухе сяделки предоставляет Центр социального обслуговывания насильництва. Об их высокородной справе наступный сюжет. «Не просто помощник по господарце, а соправный сябр», якого зауседа чекают с нецерпением. Социальными послугами сяделки у Мазары користаются 60 инвалидов первой и другой группы. За состарылыми людьми замацовывается работник, який доглядая их на протягу некольких годов. Душевный человек очень хорошо работает, быстро очень. Вот я, например, когда один остаюсь, вот суббота, воскресенье, мне приходится час-полтора утром за ней, пока я ее обработаю, а с ней минут 15. Вот а субботу приходится, а суббота, воскресенье я уже один кручусь. Так что доволен я очень сяделкой и работницей социальной, которые привносят пищу. Менять любимую сяделку Галину Ивановну Владимир Константинович не згодны навыд на профессийную медсестру. Кажа, таки квалификованы догляд за его жонкой шукаў давно. Але с жанчынами, які приходзели раней, знайсти агульную мову не змог. Да и сама Галина Ивановна своім подопечным отказываю повной душевной взаемностю. В мае обязанности входит уход за моими подопечными. То есть умыть, переодеть, помочь переодеть, подстричь, если нужно даже и такая услуга. Ногти подстричь, памперс поменять, постель, в комнате прибраться там, где находится подопечный. Люцей надо все-таки всех надо любить. Ведь Бог сказал, любить надо всех. Так я и стараюсь любить всех. Ну, как мне уже относится я. Ну, конечно, хочется, чтобы ко мне такое же отношение было. Самому Владимиру Константиновичу по господарце допамагая замацаваны соцработник. Прибраць у доме, сходзіць у краму ці аптеку, гэта толькі частка таго, што робець Людмила Рыгоровна. Як і ее колега, я наличыць важным патрымку не толькі фізичную, али емоціональную. Вы знаете, мне повезло, наверное, у меня очень все хорошее, доброжидательное. Они меня любят, я их очень люблю. Ну, мне вот нравится работать. Мы хорошо разговариваем, понимаем друг друга. Как-то вот, ну, разговоры общие находим. Альбомы смотрим иногда, когда вот нету какой-либо большой работы. Зимой особенно. Принесем продукты, разложим и вот альбомы посмотрим. У территориальным центры социального обслуговывания насельництва Мазырского района працуют 21 сяделка. Их головная задача – клопот от широго сердца. Миколай Скинціян, телерадоя компания «Гомель» при патрымце телеканала «Мазыр». Диалог и пошук компромисса у жихары региона звернулись с пытаниями до начальника управления ЖКГ и по проблемах ликвидации наступства катастрофы на Чарнобыльской АЭС у Гомельского облаконгама Дмитрия Рудковского. Традиционно, граждан, цикавят коммунальные пытания. Под час телефонной линии Гомельчанка пропоновала усмотнить контакт помиже хорами города и супрацовниками ЖЭУ, как выращать жилевые и бытовые проблемы больше оперативно. Улику актуальных пытаний у рамон дорог и еще одна важная тема для обмеркования допомога потерпелым от наступства аварий на ЧАЭС социальные выплаты и льготы, компенсации и иншие. Дмитрий Рудковский отзначил новая семая Чарнобыльская программа практично сформированная. Она учитывает все направления, которые были у нас в прошлых программах. Это, безусловно, в первую очередь социальная направленность, это обеспечение и оздоровления населения и защитные меры в агропромышленном комплексе и бесплатное питание деток, и оздоровления. Ну и один из основных приоритетов, это, безусловно, социально-экономическое развитие пострадавших территорий. То есть на основе экономики этих территорий, обеспечения безопасных условий проживания, экономически эффективных условий проживания, мы будем работать по следующей пятилетке. Шарговый электронный кирмаш вакансий сегодня провела управление по праце, занятости и социальной обороне гомельских агар в Иконкама. Уж 16-й раз соискальники ознайомились с вакансиями и передали резюме на имальнику праздную информационную пляцовку и вакансий.by. У кирмаши приняли удел 8 организаций и у их лику Станка Гомель, Гомельский державный медицинский университет и инши. Гомельский химичный завод пропонувал больше как 20 вакансий. Завод литя и нормалев 63. Что тышится о колькости граждан, которые скоростались опослугой, она повеличивается. Среднее количество обратившихся людей постоянно растет и последнее, которое мы проводили начиная с 10-й до 15-й, выходим на уровень 500. Если начиналось со 100, 150-200, то есть мы проинформировали всех безработных, которые стоят, что они могли, могут принять. Мы особо обращаемся к лицам, которые временно по каким-то причинам не работают, потому что вы обратили внимание и хорошая заработная плата, достойное предприятие. На чаровное подороже у свет классичной музыки и истории запросили гостей так званого полевничного домика. Мероприемство присвятили юбилейной дате 200 годю этого городского особняка. У них побывали и наши корреспонденты. Полевничный дом помнит архитектуры первой половы 19-го ста годя. Он был побудован в 1820-х годах по проекте архитектора Ивана Дзятчкова в стиле позднего классицизма. Полевничным этот дом прозвали за того, что он находился на ускраине палацевого ансамбля, а далее починался лес. До самого полевания он никогда не имел дочинения. Он был построен в качестве дома для летнего проживания графа Румянцева. Затем много-много десятилетий здесь проживали семьи Крушевских, Лисовских. Последней владелицей была Ирена Голынская. Затем в 20-м веке здесь располагалось огромное количество учреждений. И радиоузел, например, здесь был. Здесь начиналось гомельское телевидение. В 90-е годы особняк после реставрации открыл свои двери для посетителей уже в качестве музея. Здесь была создана экспозиция. Музей истории Гомеля здесь размещается с 2009 года. У музея представлены интерьеры городского особняка конца 19-го, початку 20-го стагодио. Гостиная, столовая, кабинет и спальня. Есть так само выставочные залы со изменными экспозициями. Например, зараз тут представлено узброение с белорусских землёй от раннего середня вечера до нового часу. Рыцарские доспехи, шлемы, мечи и навод майстерня Коваля. Экспонаты представлены реконструктором Юрием Устюновичем и Ковалем Димитрием Андреевым. После знакомства с гестурией гости вечера могли отримать асалоду от живой музыки в выполнении камерного состава симфоничного оркестра под керевницей Татьяны Томпсон. Свою творчостью они створали казочную атмосферу. Тереши уперед пандемией каждая встреча со слухаршами для музыкантов становится соправданным святом. Все люди всегда ждут этот праздник и мы стараемся подобрать программу интересную. У нас будет и путешествие на санях, и будет и шампанское, и голопо, и вальцы, и польки. Вообще мы постарались собрать интересную программу. Ганна Корольчук, Марина Северьянова, Игорь Марисченко, Тель Радо, и компания Гомель. У национальном парку Припятске открылась резиденция Деда Мороза. На протягу 2-х 1, яке отведены программой для ее наведывания, можно не только стать удельником новогоднего карнавала, а и увидеть диких живел в природном сяроте. По маршруте проехали наши корреспонденты. Сафары-парк в Припятске мы открыли в 2018 году. Его протяглось 8 километров, и туристы проезжают их прикладно за годину. Экскурсоводы кажут, что еще не было ни одного выпадку, когда бы людям не сустрекались живелы. Зяки, лося, олени, косули и лани. Территория парка огороджена, а тому и они находятся тут постоянно. Правда, покидать автобус забороняется. Хоть до людей живелы относятся миролюбно, но лучше не разыковать. Мы наших посетителей проезжаем на автобусе, смотрим через окошко и фотографируем. То есть наших туристов мы не выпускаем в сафари-парк. Как бы это все безопасно. Хоть одно место деда живел можно подойти совсем близко, в национальном парке в Припятске все же таки есть. Непосредственно, когда резиденции деда Мороза находится вольер, в котором есть несколько видов живел, в этом леку практически ручный олень Кузя и его сябра Маша. До наведовольников он относится настолько доброзачливо, что даже может повиншовать их с Новым Годом, хоть и на своей мове, но все разумеют. Резиденция Деда Мороза в национальном парке в Припятске открылась 27 листопада и будет работать до 1 лютого. В минулом сезоне ее наведали 15 тысяч человек, а если это за пандемией, эта лечба будет меньше. Разум с тем, оптимизм тут никто не губляет и в раннейшем готовы работать с полной самоотдачей. Все то же самое работа с детьми, работа для детей, для того, чтобы приезжая к нам они были довольны, были счастливы, окунулись в сказку. Одна з особливостей у Полесской резиденции Деда Мороза – звертание до истории. Дом чаровника, например, побудован на старожитном городище, где люди жили еще 20 годов тому. Тут же находится славянская капище, якое датуется пятым ста годом нашей эры. Наведовольникам не только расскажут об этом, но и пропонуют завязать стужку жаданья. За пандемией этот год был не самым простым, но следующий должен быть куда больше радостным. К сожалению, предыдущий крысы принес много несчастья и бед. Мы очень сильно все верим и надеемся, что следующий год быка принесет только счастье, радость и все полностью исправит. Олег здравствуйте. В Житковичском районе под колесами авто погиб пешеход. 29-летний водитель Мерседеса двигался по трассе Р-88 Житковичи Давид Городок. В дороге он наехал на 29-летнего пешехода, который шел по проезжей части навстречу автомобилю. Мужчина не был обозначен фликерами. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Уважаемые пешеходы, двигаясь темное время суток по краю проезжей части обозначайте себя световозвращающими элементами, чтобы вы были заметны водителем. Человека, одетого в темную одежду, не видно, и водитель, который вовремя не заметил такого пешехода, не сможет остановить свое транспортное средство вовремя. Кроме того, переходя проезжую часть дороги по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу, убедите в своей безопасности. Вы должны быть уверены, что водители останавливаются и пропускают вас. За минувшие сутки произошло два ДТП в областном центре. 71-летний водитель Шкоды двигался по улице Центральной. Он проехал на красный сигнал светофора и наехал на двух человек. Местные жители 42-х и 23-х лет, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу, получили травмы и были госпитализированы. Еще одно ДТП произошло на перекрестке улиц Ильича Зайцева. 39-летний водитель Мерседеса выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Фольксвагеном, который совершал поворот. В итоге водитель Фольксвагена получил телесное повреждение, но после оказания медицинской помощи был отпущен домой. По факту ДТП проводится проверка. Еще одно происшествие зафиксировано в Мозыре. 43-летний водитель Опеля двигался по улице Рыжкова. В какой-то момент мужчина начал совершать обгон, во время которого столкнулся с такси. 25-летний водитель Рыно в это время поворачивал налево со средней полосы. Оба получили травмы и после оказания помощи были отпущены домой. 17-летняя пассажирка такси госпитализирована в реанимационное отделение. За прошедшие сутки зарегистрирован один пожар. ЧП произошло в деревне Чкалово Гомельского района. Огонь повредил имущество в комнате кирпичного дома. Обошлось без пострадавших. Причина возгорания устанавливается. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. В Гомеле задержан серийный вор. У одной пенсионерки мужчина отобрал кошелек, у другой вырвал из рук сумку с личными вещами. Третий пострадавший 66-летний пенсионер рассказал, что распивал спиртное в подъезде с наглядно знакомым мужчиной, после чего тот проник в его квартиру и забрал портмоне со 150 рублями. На прошлой неделе в милицию с заявлением о хищении имущества обратилось несколько жителей Гомеля. 81-летняя пенсионерка сообщила, что мужчина, которому она пожертвовала небольшую сумму денег возле магазина, догнал ее и забрал кошелек. 60-летняя женщина рассказала, что в этот же день, возвращаясь вечером после работы, у подъезда дома к ней подбежал неизвестный и вырвал из рук сумку, в которой находился паспорт, банковская карточка и телефон. Еще один потерпевший, пенсионер, пояснил, что наглядно знакомый, с которым они распивали спиртное в подъезде, проник в его квартиру и забрал портмоне со 150 рублями. Сотрудники уголовного розыска советского РОВД установили, что к серии грабежей в отношении пожилых людей причастен 42-летний житель Будокошелевского района, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений. Освободившись летом из мест лишения свободы, мужчина на путь исправления не встал, нигде не работал и вел бродяжнический образ жизни, а спустя время вовсе вернулся к прежнему ремеслу. Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта и возбудили три уголовных дела по фактам совершения грабежей. Гомельская пограничная группа информирует, на стрельбище Борщевка войсковой части 12.42 будут проводиться учения. Стрельбы пройдут с 21 по 24 декабря. Время с 10 до 16 часов. Объект расположен вблизи населенных пунктов Якимовка, Чижовка и Борщевка. Во избежание несчастных случаев не приближайтесь к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности. Это все новости на сегодня. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Влада Васильева. Здравствуйте. Более четырех недель игрового простоя женский гандбольный Гомель вернулся со второго карантина и дома обыграл городничанку. Победа подопечных Томожа Чаттера далась нелегко, в атаке гомельчанки смотрелись не лучшим образом. Для главного тренера это неожиданностью не стало. Тренировок в оптимальном составе в преддверии у гомельчанок иссяк, что подарило соперницам надежду. К счастью для хозяек созданный до этого голевой Гандикап позволил завершить матч в свою пользу 25-21. Мы только две тренировки сделали и могли поиграть 6 на 6. Просто раньше было меньше игроков на тренировке. Поэтому я знал в атаке будет столько ошибок. Что касается защиты 45 минут справился. В субботу гомельских болельщиков ожидает главное противостояние белорусского женского чемпионата последних лет. В гости к команде Тома Жачатера едет БНТУ БелАЗ. Именно дисциплинированность в защите по мнению главкома гомельской команды будет залогом успеха в предстоящем поединке. Игра пройдет 19 декабря на паркете Дворца игровых видов спорта. Начало в 17.00. Напомню, что во время этого матча каждый может присоединиться к акции Доброе дело и помочь воспитанникам гомельского областного дома ребенка. Мы уже традиционно стараемся в преддверии новогодних праздников проводить такие благотворительные акции. Понятно, что в связи с психологической ситуацией невозможно посетить сейчас те детские учреждения, которые мы обычно старались посещать, приходить в гости с подарками. Поэтому объявили вот такую акцию Доброе дело. постарались как-то максимально привлечь общественность. Все желающие сейчас могут поучаствовать в сборе подарков для нашего гомельского детского дома. Дома ребенка. Поэтому на всех ближайших матчах 27-го и 19-го в ближайшую субботу любой желающий может принести и оставить предметы личной гигиены. Хоккейный клуб Гомель сыграет без Игоря Ревенко 22-го и 24-го декабря против юности и шахтера соответственно. В поединке экстралиги между Гомелем и Динамо Молодечно 12-го декабря форвард Рысей был наказан по правилу 159 удар соперника клюшкой. За данное нарушение спортивно-дисциплинарный комитет Федерации Хоккей Беларуси дисквалифицировал хоккеиста на две игры. Первенство страны «Звездочка» по фигурному катанию на коньках стартует завтра в Гомеле. На протяжении трех дней спортсмены будут бороться за победу. В соревнованиях будут участвовать около 250 человек. Наш регион представит 60 фигуристов. Начало выступлений в первый день состязаний 8.00. Соревнования пройдут в Ледовом дворце областного центра. С новостями спорта ознакомила Влада Васильева. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин